На этой неделе есть пострадавшие, травмированные, даже гибель на пешеходном переходе. И еще один тревожный показатель. 13 автомобилистов пьяными сели за руль. Автомобили Toyota и Mazda не поделили улицу Некрасова. Первый двигался по Беляево со стороны Короленко. И на перекрестке неравнозначных дорог должен был уступить машине на главной. Но этого не сделал. В итоге столкновение. У пассажирки Mazda трибьют сотрясение мозга и множественные травмы лица. На улице Суханова пострадал пешеход, который переходил дорогу по Зебре на разрешающий сигнал светофора. В это время Приус поворачивал с Ленина направо. Вероятно, не заметил прохожего. Удар был настолько сильным, что женщину пришлось госпитализировать с наружным переломом ноги. Паровоз из машин на государственной трассе Уссурийск-Хабаровск. Водитель Ниссана нарушил скоростной режим и столкнулся с Тойотой Приус. Второй автомобиль по инерции продолжил движение и угодил в своего двойника. Значительный ущерб причинен кузовам. По счастливой случайности никто не пострадал. Карина и Карола не разъехались на второй Шахтерской. Виновник столкновения двигался по Урицкого со стороны Красина. Повернул на встречную полосу. В эту минуту по дороге ехал второй участник движения. И произошло столкновение. Водитель Карины госпитализирован с переломом ключицы, ушибом позвоночника и травмой колена. И самое трагичное ДТП на этой неделе случилось на улице Агеева. Грузовик наехал на пешехода. Женщина переходила улицу по всем правилам по зебре. Водители второго ряда пропускали. А вот виновник аварии нет. От полученных травм жительница Уссурийска скончалась на месте. Итог недели. Четверым участникам дорожного движения предстоит лечение несовершеннолетних среди травмированных нет. Но впереди весенние каникулы. Время, когда у детей появятся дополнительные свободные минуты. Водителям стоит повысить уровень внимательности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова